Друзья, это белорусский блогер Влад Бульбаш. Бульбаш, потому что бульба, картошка. Я сам, например, из Смоленщины. Я знаю прекрасно это слово. Всем привет, меня зовут Влад Бульбаш, белорусский видеоблогер. Поздравляю. То, чем я владею на сегодняшний день. Так, вот это. С этим. Прямо с этим. Сомнительно, но посмотрим. Поскольку здесь батарейки, я предпочитаю все-таки моторчик справа. Защелкнул я. Примерно какой-то балансик находим. Идем от камеры. То есть, вот ближайшая железка к камере, это вот это. Теперь вот так вот ставим. Ну, то есть, и двигаем сюда. Вот так вот надо приподнимать, чтобы не закусывало. Состояние называется безразличного равновесия. Из-за шлейка она будет, ну, вот так вот, примерно. Следующая ось, это вот эта, да, ось Роу. И последняя ось, про которую все забывали. Вот нужно вот так повернуть. И видишь, что у нас? Хвостик перетягивает. То есть, значит, хвостик нужно подвинуть вперед. Вот это безразличное тоже состояние. Вот так, видишь, он вот так и стал. Ну, если где-то немножко куда-то, ничего страшного. Вообще зря мы пробуем с ремнем. Зря, зря пробуем. Потому что я опять перебалансировал. Полнейшая дикость. Полнейшая дикость. Поставим сюда эту камеру, а теперь вернемся к экрану. Ну что, подпишемся на бульпаша? Не знаю, как у меня это получится, но я планирую это сделать. Раз, два, три, четыре. Сейчас он будет автоматически. Чистовой механизм пошлешь. Потекал. Потрогал. Мне это понравилось. То есть, у него такая упругость есть. Я не знаю. Меня прямо сердце кровью обливается вот из-за этих шнуров. Но он выдержал. Это первый режим. Горизонтальное исследование. Когда мы ходим по песку, дальше ты два разожмешь. И вот этот режим, он считается такой основным. Ну, в машине нет. И он вот... То есть, люди не зря его первым поставили. Раз, два. Снимаем что-то. Делаем панораму. Вот детей я так снимаю. А скорость этого отклика можно менять? Да, скорость этого отклика. Я специально себе поставил плавно, потому что... Ну, мне надо плавно. Вот так ты поставил, да. И ты можешь, там, от ног, там, вот так вот, ну, на нужном расстоянии. Вот. Значит, здесь у меня плавный стоит. Третий режим. Раз, два, три. Это режим lock. Замок. То есть, ты навел куда-нибудь, пошел, потом вскорил, там, ну, и так далее. И четвертый режим. Кто-то умное слово сегодня мне сказали, в кинемот. Реза был. Раз, два, три, четыре. Вот я как сказал, пьяные кадры. Вот он, пьяный. А все эти режимы можно перевернуть вот так вот, вот просто. Просто вот взять вот так вот, вот и... Ага. То есть, можно прям совсем в работе, можно все равно менять сторону. Да, видишь, да. Вот так вот, поменял, да. Вот. Единственное, что надо помнить, что вот здесь вот нужно придерживать при перевороте. Вот почему? Потому что вот здесь вот он становится двухосевой. Он должен выключаться. Вот я его мучаю, да, но вот взял. Вот здесь ты придержал, и вот так вот это опять. Вот раз. А, видишь, вот. Вот она какая. Попробуй по юзой и попробуй все режимчики. Это сейчас у нас первый режим, да? А, вот, да. Жми и не это самое, да. Это он просто на какую-то точку. То есть, да? Ну, попробуй, да, попасть это самое. Вот это куда ее направлю. Это да, да. Ну, вот это вот у меня сделано под какие-то нежные, плавные. Значит, природу. Природу мы снимали вот для нашего сейчас документалочки. Мы снимали природу, и вот так вот мы... То есть, вот так вот мы, да, до какого-то, ну, расстояния, да, вот, работаем. А дальше, вот, если мы в режиме фонарика, он переходит в режим вот этого вот вращения. Ну, какой-нибудь, понял, понял, да. Какое-нибудь это кино. Можешь и джойстиком скорость регулировать. Вот. А можешь ее в приложении там тоже выставить. А в приложении эти пресеты сохраняются у этих всех движений? Можно... В приложении в том сохраняется, да, все. Какой у него есть минус в работе с Кэноном? Вот на эту кнопку мы можем вывести только фото. Фоторежимы, то есть тайм-лапсы. Вот, ну, что, это вот так. Чего в нем хорошего? К тому, что мы увидели, бонусом оказалось, что он очень надежный. Ни разу не было возвратов по результату того, чтобы там сгорела плата, развалился мотор. Вот обраку нашел. Да, или там какая-то железка. У него какие были проблемы? По программой. И программы мы, если что-то, их всегда удаленно решали. Через скайп и тимьювер мы сделаем, ну, как бы, инструкцию, если вдруг что-то. То есть вот такая удивительная штука. Вардо я добрался за один евро. Влад Бульбаш, белорусский блогер. Я подписался. Мы сегодня приняли решение, еще не сказали. Я вот с Ваней посоветовался. Мы делаем вот для него такую вот акцию. Если он ломается, понимаем, что удаленно решить не можем, да? То есть мы, значит, не дожидаясь там сразу, мы сразу высылаем подменный. Стабилизатор работает. Работает. Для Беларуси это тоже действует. Спасибо, круто. Друзья, если, кстати, возникли у вас вопросы еще по вот этому стабилизатору, вы можете посмотреть видеоролики на канале Сергея Щербакова. Вы прислушиваетесь к рекомендациям профессионалов. Между прочим, это была бесплатная реклама даже. Спасибо, дружище. Друзья, пожелаем Владу Бульбашу прекраснейших кадров и радости от того, что он делает. И давайте сами снимать видео. Чудесное, светлое, доброе. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Если чем могу быть полезен, буду рад помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова